На сегодняшний день работы по улице Ришельевской, по капитальному ремонту тротуаров, замене инженерных сетей и опор наружного освещения и контактной сети находятся в завершающей стадии. Например, на квартале от улицы Дерибасовской до улицы Греческой уже установлены опоры освещения и фонари освещения. Вся эта система подключена к инженерной сети Одесс-Горсвет и на сегодняшний день освещение уже работает. Достаточно большой объем работ выполнен на следующем участке, это от улицы Греческой до улицы Успенской. Однако там есть свои технические сложности, которые заключаются в том, что на данном отрезке на опорах находится контактная сеть троллейбусов. И для того, чтобы демонтировать старые опоры и установить новые, а именно у нас есть техническая проблема в том, что 26 опор новых должны быть установлены на месте старых. Поэтому с 1 ноября Одесс-Горэлектротранс прекратил движение троллейбусов на данном отрезке. И, соответственно, мы получили возможность демонтировать контактную сеть, демонтировать старые опоры. И в настоящее время проходит этап установки новых опор. Однако, как я уже сказал, 26 опор мы должны установить на месте старых. Помимо контактной сети на старых опорах находится масса инженерных коммуникаций, слаботочных сетей, сетей электроснабжения. И это тоже несет в себе свои проблемы и сложности. Так как каждая сеть принадлежит каким-то отдельным абонентам, предприятиям, организациям. И для того, чтобы не оставлять их без энергоснабжения, они должны провести мероприятие по переносу своих сетей, уже используя кабельную канализацию, вновь созданную. На это тоже все уходит немало времени и затягивает, соответственно, процесс. Также должно говориться о том, что установка новой опоры подразумевает под собой заливку железобетонных фундаментов. И достаточно большие котлованы. И когда мы проводим эти работы, мы находим всякие разные, опять же, инженерные сети, будь то водопровод, канализация, электрокабели, которые тоже необходимо с места фундамента каким-то образом переносить. Это также усложняет наш процесс. И, соответственно, нормативный срок, который мы планировали для себя, 3-4 недели на установку опоры, он, естественно, очень значительно увеличивается. Ну, а ответить на ваш вопрос, когда мы планируем это все дело завершить, оптимистичная цель конец текущего года, или, я бы так сказал, 3-я декабря. Светофоры, точно так же, как и контактную сеть, точно так же, как и прочие коммуникации, необходимо было отключить, демонтировать, потому что они все находились на старых опорах. Вопрос включения новых светофоров, опять же, завязан под установку новых опоров. Как только опоры будут установлены, естественно, подрядная организация будет устанавливать на них новые светофоры и в контакте с КПСМЭП подключать их в стандартный режим. Мы приносим извинения перед автолюбителями и просим напомнить, что нужно быть внимательными и аккуратными. Правила дорожного движения все-таки предусматривают режим проезда перекрестка в случае, если там не работает, либо отключен светофор. Все-таки их соблюдать необходимо, эти правила.